51-ю колонию, в которой 27 мая вспыхнул бунт, расформируют, а всех заключенных уже на этой неделе определят в другие учреждения. Об этом в студии репортера заявил замминистра юстиции Денис Чернышев. Чиновник отметил, что колонию уже несколько лет планировали закрыть, поскольку она заполнена всего лишь наполовину. К тому же после недавнего бунта тюремная инфраструктура серьезно пострадала. Мы запропоновали написать заяви, где они хотят отбивать покарание, запропонованных, так, згідно до уровня режима. Потому что мы должны враховывать и социальные связки, которые они будут поддерживать своими родными и близкими. Куда ближе ездить? Ну, а если они такие пропозиции, заявки не надали, то уже на наш рассуд мы их развозим по тих установах. Знову же повторюсь, переважно в Південний регион – это Миколаевская, Херсонская область. Полностью завершить процесс так называемого расселения планируют за два месяца. После этого колонию законсервируют, персонал сократят до 30 человек. А ее дальнейшую судьбу будет решать Одесская мэрия и областная власть. Минюст в данном случае не уполномочен заниматься земельными вопросами. Без решения государства в целом, без решения областной администрации и мэрии мы ничего не сделаем. Чому? Потому что, например, мэрия, даже если бы мы имели такую возможность, мы кому-то, как сейчас ходят плитки, они сейчас ее продадут, а далее? А проект? Кто погоджает? Место. Поэтому это процесс очень долгий, очень непростый. Напомню, что в результате бунта 27 мая на территории колонии произошел пожар. Полностью сгорело несколько помещений и, по словам пенитенциариев, без них колония функционировать не может. Точные причины бунта до сих пор неизвестны. Сначала заявили, что заключенные протестовали против условий содержания. После появилась информация, что бунт спровоцировали авторитетные сидельцы, протестуя против перевода в другую колонию. Продолжение следует...